Более подробно на эту тему поговорим с Олегом Пензиным, это исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Олег, здравствуйте, рад приветствовать. Я вас также рад приветствовать, здравствуйте. Олег, ну новости касательно того, о чем и шла речь в сюжете, что Российская Федерация рекордные закладывает бюджеты на военные расходы, говорит о том, в первую очередь, что Россия перешла на войну в долгую, так бы сказать. Но, в свою очередь, ведь или страна может позволить себе такой, если у нее немерено денег и ресурсов, либо страна должна вытягивать откуда-то, чтобы положить это, грубо говоря, на военный бюджет, на военный кошелек. Вы что именно фиксируете? Идет ли какой-то перерасчет, перерасход финансов, чтобы в приоритет поставить именно военные расходы на следующий год? Ну, слушайте, мы с вами имеем опыт Советского Союза. Ну, то есть, экономическая политика Российской Федерации сегодня мало отличается от эпохи холодной войны и времен Советского Союза. И я бы не был столь оптимистичен, как один из экспертов в вашем сюжете, по поводу того, что сумма военных расходов Российской Федерации достигнута не будет. Будет. Она будет достигнута, в первую очередь, за счет уменьшения социальных выплат и, наверное, секвестра бюджета. Но это произойдет после выборов. Это будет где-то, наверное, начало лета, когда, объективно, российская экономика будет не вытаскивать оба направления. И, несмотря на популистические заявления Министерства финансов Российской Федерации, что социальные выплаты находятся в приоритете, ну, это по принципу и вы говорите, кто вам мешает. В данной ситуации, я думаю, что военные расходы будут профинансировать в полном объеме за счет сокращения социальных тех или иных расходов. То есть нужно понимать, что все эти вещи, они достаточно взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды. Если вы в одном месте берете больше, чем положено, то, объективно, второй объем сосуда уменьшается по количеству жидкости. В частности, финансов. Поэтому, скорее всего, так оно и будет. А как это почувствуют на себе россияне? Да, действительно, я согласен, это инфляция. Да, согласен. Скорее всего, это будут дополнительные налоги на импорт, которые, собственно, и будут стимулировать эту инфляцию. Да, скорее всего, вверх пойдут акцизы. Да, скорее всего, увеличится давление на российский бизнес. Ну, то есть это те механизмы, которые известны и которые активно использовались и до этого. Но у России никогда не было такого объема на уровне 120 миллиардов долларов военных расходов. Так что, естественно, эти военные расходы будут финансироваться за счет социалов. В свою очередь, около 300 миллионов долларов ежедневно тратит Россия на войну против Украины. Это годовой бюджет Владивостока. Прямые военные расходы России и стоимость утраченной техники за 18 месяцев войны против Украины превысили 167 миллиардов долларов. Об этом пишет Форбс. Это его подсчеты. Всего общий федеральный бюджет Российской Федерации на этот год составляет 230 миллиардов долларов. Треть этой суммы пойдет на обеспечении армии. И тут возникает вопрос. Но ведь я правильно понимаю, что сейчас Российская Федерация, а именно Путинская вертикаль, уже пошли на то, что готовы, это очень образно говорю, отбирать хлеб ради своей военной цели, ради своих военных выгод. Это больше, конечно, вопрос к политологу. Но тут я понимаю, что эти вопросы экономика и политика очень сильно связаны. Ну, естественно, смотрите. То есть, как бы, с начала фазы боевых действий, продавая энергоносители, Российская Федерация получила где-то порядка 550-570 миллиардов долларов. Естественно, нужно понимать, что это не все деньги, которые пошли в российский бюджет. Но однозначно мы должны отдавать себе отчет в том, что львиная доля этих средств финансирует войну. Поэтому, когда мы с вами обсуждаем следующий год, то мы должны понимать, что и в следующем году вся эта политика, она продолжится. И каждая копейка, каждый цен, полученный Российской Федерацией от продажи тех или иных экспортных ресурсов, однозначно будет финансировать войну. Поэтому, когда мы видим иностранные компании, которые активно работают в Российской Федерации, когда мы с вами обсуждаем тот или иной бизнес, который еще не ушел с Российской Федерации, мы абсолютно трезво называем этих бизнесменов спонсорами войны. Потому что, естественно, все эти средства, которые зарабатываются на сегодняшний момент, в том числе и с продажей энергоносителей или работы на российском рынке и платятся налоги в российский бюджет, они финансируют войну. Преимущественно, в первую очередь финансируют войну. Естественно, вся социальная программа идет по остаточному принципу. И вы говорите о том, что из социальных структур будут забираться деньги. Опять же, это образно говоря. А из каких именно? Потому что ведь социальные структуры это довольно-таки обобщенные. Смотрите, я понял, о чем вы спрашиваете. Смотрите, уже на сегодняшний момент приостановлены все национальные программы. То есть речь идет о приостановлении строительства новых школ, новых больниц. Причем речь идет в первую очередь о резком ухудшении финансирования субъектов федерации, которые находятся достаточно далеко от Москвы. То есть там, где и так было достаточно плохо, теперь точно лучше не будет. В этом отношении города-миллионники, в этом отношении Москва-Санкт-Петербург находятся в более, я бы сказал, привилегированном состоянии. И, собственно, вот та политика, которая есть на сегодняшний момент, она усиливает разрыв между регионами и центром. То есть объемы поступления в бюджет Москвы или в бюджет Санкт-Петербурга достаточно велики. Эти города однозначно профицитные. Поэтому в этой ситуации не имеют возможности создавать достаточно льготные коммунальные условия для тех людей, которые живут в этих городах. При этом национальные окраины однозначно очень сильно терпят. При этом нужно понимать, что это вот именно те окраины, которые являются донорами добычи полезных ископаемых, алмазов, нефти, газа. То есть, собственно, оттуда именно Российская Федерация качается и основные доходы. При этом туда возвращается самое большое количество. И, собственно, и за счет подобных перераспределений будет осуществляться уменьшение финансирования вот тех социальных программ, о которых я говорю. Если говорить о санкциях, которые внедряют против Российской Федерации. Иногда, мне кажется, знаете, бывают оптимистические мысли, а бывают пессимистические. Вот я бы хотел сейчас от вас этот баланс услышать. Санкции внедряются, это очень хорошо. Мы видим, как сейчас большинство компаний уходит из Российской Федерации. Соответственно, инвестиций меньше. Но ведь, как показывает практика, наполнение бюджета Российской Федерации не только от тех или иных компаний, а еще и за счет того, что Российская Федерация как огромная бензоколонка. Именно ресурсы, газ, нефть и так далее. Скажите, реально ли на сегодняшний день сделать так, чтобы Российской Федерации некуда и некому было продавать газ и нефть? Ведь сейчас, насколько я последние цифры смотрел, самая большая страна, точнее, Китай является страной, которая больше всех сейчас покупает у Российской Федерации газов. Соответственно, наполняя бюджет. Реально ли сделать, чтобы эти концы, грубо говоря, обрубить? Ой, давайте мы не будем в данной ситуации быть очень большими оптимистами. Весь мир на сегодняшний момент преследует исключительно свои собственные интересы. И когда мы с вами говорим о Китае, когда мы с вами говорим об Индии, когда мы с вами говорим о Турции, это основные покупатели российской нефти. Собственно, почему о нефти? В действительности самый большой объем доходов Российская Федерация получает от продажи нефти. До 30% поступления российского бюджета из нефти-доллара. При этом газ менее значимый сегмент поступления в российский бюджет. Тем более за последний год после ухода Рао Газпрома с европейского рынка, Рао Газпром сегодня демонстрирует сумасшедшие убытки, которые транспонируются в том, что они собирают активно повышать цену на газ для населения в Российской Федерации. Это страна, которая добывает такой огромный объем газа. А вот нефти-доллары, да, они на сегодняшний момент являются основными наполнителями российского бюджета. Так вот, крайне выгодно на сегодняшний момент покупать российскую нефть Индии и Китаю, по той причине, что Индия точно покупает российскую нефть в рамках правительства. А те ужесточения контроля, которые на сегодняшний момент уже введены и будут вводиться в 12-м пакете санкций еврейских, они еще ужесточат контроль за превышением Российской Федерации и той максимальной цены на нефть, которая им разрешена – 60 долларов за баррель. Поэтому Индии будет и дальше достаточно выгодно покупать российскую нефть. И нужно понимать, что все индийские нефтепрерабатывающие заводы сегодня четко ориентированы на российский нефтяной пул. И при этом нужно понимать, что еще Индия дважды выигрывает от этой ситуации. Во-первых, она рассчитывается за российскую нефть не в долларах, а в рупиях. И на сегодняшний момент на счетах российских компаний в Индии сосредоточены суммы рупий где-то на уровне 35-38 миллиардов долларов. Купить за эти рупии в Индии нечего. То есть индийское правительство предложило Российской Федерации, российским компаниям вложить эти рупии в индийскую экономику. Потому что, еще раз повторяю, никаких товарных позиций за интересующих Российскую Федерацию в Индии нет. Приблизительно та же самая ситуация с юанями, с Китаем. Естественно, спектр того, что Российская Федерация сегодня закупает у Китая намного больше. Но в любом случае, опять же, весь мир на сегодняшний момент торгует сырьем исключительно за свободно конвертируемую валюту. Только Российская Федерация для того, чтобы уходить от расчета в долларах и прятать фактическую сумму, по которой идет эта реализация, продает за юани, за рупии. Поэтому в этой ситуации, еще раз повторяю, все страны четко преследуют свои интересы. И Индия и Китай не исключение в этой ситуации. Поэтому, я думаю, вряд ли, отвечая на ваш вопрос, вряд ли удастся полностью прекратить поставки российской нефти на мировой рынок. И на завершение, если говорить о рычагах давления на Российскую Федерацию в плане экономики, видите ли вы еще дополнительные, кроме тех санкций, которые уже внедрили, и новый 12-й пакет, если не ошибаюсь, который планируют внедрить? Ну, я так думаю, что у нас на пакете ничего принципиального нового не будет. Мы ожидаем решения по ЛАЗу. Но, опять же, оно такое, я бы сказал, пока еще окончательно незадекварируемое. Мы уже услышали высказывания и словаков, и венгров по поводу категорического неприятия распространения санкционных ограничений на поставку ядерного топлива, вообще, любых ограничений по Росатому. Вряд ли мы увидим какие бы то ни было ограничения, связанные с редкоземельными металлами, с титаном, с алюминием. Ну, то есть, вот на сегодняшний момент эти сферы, о которых я говорю, они пока являются священной коровой, на которую Евросоюз не замахивается. Вот что принципиально будет однозначно, это ужесточение контроля за продажей нефти выше прайскепа, запрет продажи Российской Федерации поддержанных танкеров, введение дополнительных санкционных ограничений на самого крупного страховчика Российской Федерации. Скорее всего, Дании будет дан мандат на проверку своих водных территориальных танкеров, которые страхуются в российских компаниях, например, стоимости нефти, которая идет для контроля прайскепа. Эти вещи точно будут, и эти вещи мы с вами увидим. Вряд ли там что-то будет принципиально иное. Ждем, что все-таки появится у нас бизнес. Спасибо вам большое, Олег, за то, что на счастливое время присоединиться к нашему эфиру, за ваши комментарии. Очень трудная тема, на самом деле, особенно если так углубляться в экономику российскую. Но вам огромное спасибо за объяснение. Напомню, Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, был на прямой связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.